Может он помогал ставить программу, поэтому... Да вроде бы нет. У нас сейчас 23-летний фигурист, который родился в Чехии, но вот уже достаточно давно выступает за Италию. Карел Зеленко. Блюзовая композиция, выбранная им до короткой программы. Под эту же музыку он катался и в прошлом сезоне. Напоминаю, дорогие друзья, что по-прежнему непревзойденным остается результат Филиппа Тишендорфа, 18-летнего берлинского студента, 54,48. Ну что, начало неплохое. 3-3 есть. Молодец, молодец. Пока чистую программу. Сложный каскад из двух тройных прыжков. Хорошее вращение, две смены позиции. Тройной. Луц. Да. Здорово. Очень чисто, очень чисто. По школьному. Я думаю, что в произвольной программе он попробует четверной исполнить прыжок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, дорогие друзья, хорошая центровка на вращении. Да, вот оператор сейчас показывает вид сверху. Виды следы, которые остаются после вращения. Замечательный прокат. Ну что ж. Супер, отлично. Что ж, я думаю, сейчас первый будет, я так думаю. Это сумма наивысшая на данный момент Филиппа Тишандорфа. Вы думаете, превзойдет? Я думаю, что да. Может быть, немного, но превзойдет немецкого фигуриста. И думаю, это будет заслужено. Да, я думаю, что здесь будут не только высокие оценки за технику, но и за компоненты. Хореографически интересная программа. Она такая уже накатанная. С прошлого сезона оставил ее Карл Зеленко. У него, к сожалению, травма. Вот он борется с ней и даже катается здесь, в Варшаве, превозмогая боль, травма ступни. Но вот мы видим, что в короткой программе никак это незаметно, никак травма не сказалась на прокате. Здорово. Через два года, Надежда, Италии. Очень высокий аксель. Да, с запасом. С запасом. С запасом. С тройной. Я думаю, произволь он, конечно, будет делать тройной. Сейчас он немножко так подстраховался, сделал двойной, заявил в короткой программе. А в произвольной, я думаю, будет прыгать тройной. Запас большой, конечно. Вот Надежда итальянского фигурного катания в одиночном. Ну, такая давняя Надежда. Он многократный чемпион Италии. Выступает очень давно на высоком уровне. Впервые дебютировал на первенстве континента. В 2003 году это было. Тогда он был 19-м. В 2004-м 16-е место на чемпионате Европы. Я думаю, что как раз примерно вот место в середине второй десятки он, по идее, должен занять вот с таким катанием. Если, конечно, все получится в произвольной, пожелаем ему, чтобы все-все получилось. Потому что яркий запоминающийся фигурист Карел Зеленко. В возрасте 6 лет его семья уехала из Чехии в Италию. В итоге он теперь выступает под флагом этой страны. Тренирует его его отец, Карел Зеленко-старший. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот сейчас очень интересный момент, дорогие друзья. На данные минуты, вообще на данные мгновения соревнований. Потому что Карел Зеленко выступал в 16-м. А Филипп Тишендоров, который на данный момент остается лидером пока что. 54-48 его сумма. Он выступал первым. 56, конечно. Да. 56, конечно. Это будет результат выше. Порядка 60. Да, это будет очень хороший результат. Потому что вот мы видим его личный рекорд. 58-64, да? 55. Здорово. И за компоненты хорошие баллы. 28 и 16. 64-53, конечно. Он почти на 10 баллов превзошел свое личное достижение в короткой программе. 64-53. Это уже очень хорошая сумма. Это вообще сумма для первой десятки, честно говоря. Посмотрим, конечно, как будут выступать и остальные фигуристы сегодня. Но с этими баллами он может войти в первую десятку. По итогам короткой программы. Да, но 15-е место, я думаю, что у него уже есть. Порядка 15-е место. И может быть в десятке, да. Если травма ступней не помешает в произвольной, но пока что вот с таким катанием это очень мощно. Да. Надежное катание. Надежное. На 10 баллов он опережает Филиппа Тишендорфа. Ну, а Джон Хаммер, британский фигурист, сейчас становится третьим. Пока что после того, как мы увидели 16 коротких программ. Впереди, дорогие друзья, еще 16. Сергей Котов сейчас на седьмой позиции, вот мы видим. А Иван Благов, к сожалению, предпоследний. Опережает только лишь Золтана Келлимена. Дорогие друзья, вот сейчас у нас пока идет разминка. Четвертой группы. У нас есть возможность пообщаться как раз с...